здравствуйте друзья вы конечно же знаете что наш канал совершенно уникальный в том смысле что молодежь с большим размахом крыльев только у нас может получить совет как взмахнуть крыльями не только понимаешь широко но и глубоко вот так как-то вот посерьезно вот у нас вопрос такой о размахе крыльев здравствуйте михаил хотел бы узнать ваше мнение по моей ситуации буду очень благодарен мне 18 лет я поступил на юридический факультет в городе санкт-петербурге но туда я поступил только из-за того что поздно понял что хочу быть врачом поэтому поступил на юрфак но в этом году буду параллельно готовиться по предметам которые нужны в медицинский но проблема в том что я хочу эмигрировать перспективе из страны и прекрасно понимаю что окончив медицинский что нелегкое дело это вам не юридический да я буду уже выжат как лимон врачи то гляньте на них правда как лимон и эмигрировать я не смогу не только потому что я устану а потому что в сша подтвердить мой диплом врача будет очень трудно но не это пугает затратно по и по времени и по деньгам это процедура в других странах насколько я знаю также вот я и подумал может мне поступить на программирование на следующий год тем более в моем вузе есть такой факультет и окончить программирование и уехать по визе h1b и играть каждый год учебы в лотерею но я не знаю смогу ли я в программирование но думаю что если будет желание то смогу но с другой стороны я хотел стать врачом но поздно понял поэтому может стать юристом стою перед дилеммой идти на программиста или врача посоветовался с отцом ибо его мнение очень для меня важно он мне сказал что ради чего-то нужно жертвовать чем-то другим слушайте он наверное раввин я хочу сказать что такая глубок глубина мысли это уровень до если ты что-то хочешь надо чем-то пожертвовать это колоссальная колоссальная где надо обдумать значит он мне сказал или я забываю об эмиграции что для меня очень трудно ибо я с 16 лет думал об эмиграции или я все-таки иду в ту профессию с которой я эмигрирую отец также сказал что если я поступлю в медицину то у меня гарантированно будет работа хоть какая-то а с программированием не все понятно ведь могут случиться какие-то траблы в моей голове вообще кашка какая-то поэтому возможно я написал все сумбурно но суть такова что я хочу и очень сильно хочу эмигрировать но врачом стать в америке я не смогу потому как по окончании медицинского мне будет уже 24 года тогда уже нужно будет деньги зарабатывать а процесс подтверждения медицинского диплома очень долгий и затратный в программирование я вообще не шарю но могу взяться за это дело помогите с михаил я в тупике с одной стороны перспективы за океаном и самая главная мечта жизни с другой стороны тоже мечта и как совместить обе я не знаю можно ли обойтись без выбора буду ждать ответа благодарю за потраченное время да давайте мы так отправимся на дорогу и по дороге что обсудим а то тут мне я могу долго но мне же домой тоже надо да друзья тут не просто все знаете я себя чувствую как вот в этом анекдоте что человек письмо пишет там в редакцию да и говорит что только на вас вся надежда медицина помочь мне бессильно вот поешь с утра красной икры и стул красной икрой поешь осетрины стул осетрины поешь буженины стул буженины и вот что делать ему готовы товарищ не выпендривайтесь а если как и все дерьмо вот значит такой анекдот но я прямой аналогии тут нет я просто так вот как бы хотят как не выпендривать ставишь там юрист ваш программистом но мы сейчас разберем разберем парень молодой он немножко запутался у него есть какие-то ориентиры значит почему-то он решил неожиданно очень что он хочет быть врачом правильно то есть он как-то вот решил это в тот момент когда уже фактически надо было поступать в институт то есть как-то эта мысль пришла к нему относительно недавно она может также быстро и уйти от него тоже тут дело такое знаете я как бы из своего жизненного опыта могу сказать что мысль которая так неожиданно приходит а также неожиданно может уйти вот там поработает в анатомичке кстати как стошнит пару раз может он и не захочет больше врачом быть это дело такое но не важно в общем да мой конечно подход к этому делу в целом вот вне зависимости от иммиграции мой подход состоит в том что надо быть в том что ты делаешь надо быть хорошим специалистом как бы добротным и входить какой-то такой относительно небольшой процент тех кто этим занимается ну 10 процентов но если удастся в 5 так еще лучше вот поэтому когда ты выбираешь себе какую-то профессию ты спроси себя я могу быть вот там 10 процентов ну хотя бы в 10 не в 50 нет 10 процентов не имеется ввиду сразу после университета ну через 10 лет смогу ли я войти вот в эти вот вот там 5-10 процентов потому что если сможете то независимо от того какой вы конкретной профессии занимаете занимайтесь и даже даже не так важно уже в какой-то стране хотя бывает для некоторых профессии это больше значения имеет для некоторых меньше скажем программисту страна не важна совсем а допустим юристу существенно вот врачу как бы там между ними то есть как бы тоже существенно но не может быть не так существенно не знаю в общем-то все-таки речь идет о призвании о каком-то таком вдруг он почувствовал себя врачом и если бы это действительно вот сказать так но но действительно вдруг он понял вдруг до него дошло и это действительно всю жизнь это серьезно и так далее никакой нет проблемой стать врачом и потом стать врачом американским вот все люди которые сюда приехали врачами из бывшего ссср там из из россии потом украины и так далее все прекрасно стали врачами американскими ничего такого тут нет я знаю почему он так решил что самое что он не сможет или что это непреодолимые какие-то препятствия совершенно нормально преодолимый ну но это не просто да ну так минуточку ну так наград какая поймать а если бон здесь в америке на врача получился да такой он бы закончил у него было там не знаю там 300 тысяч долгов которые надо выплачивать атаку в питере там выучился долгов нет а то есть он какая экономия друзья вот ведь значит дальше дать я так по аналогии вспоминаю какие-то фильмы смотрел вот там серьезные зэки зоны бежали и брали с собой какое-то количество там заключенных попроще вот и по дороге их там как-то подъедали но чтобы не оголодать сильно вот как бы план такой как даже слово какое-то для них есть вот так я хочу хочу сказать по аналогии и не не по прямой значит парню нужно к двадцати четырем годам когда он уже там закончится на врача институт ему нужно будет к этому времени жениться на девушке программистки вот какой тонкий ход девушка должна быть программисткой желательно со свободным владением английским языком тогда значит он берет с собой в эмиграцию эту девушку и она его содержит но не содержит обеспечивает или так скажем поддерживает его поддерживает материально пока он сдаст свои эти экзамены это не безумно долго я знаю людей которые там за полтора два года сдавали экзамены а потом они там в ординатуре естественно и вот и но там уже деньги платят может быть не не безумные но уже платят деньги уже можно жить другое дело что ординатура может случиться в самом неожиданном месте потому что ты вот уже ищешь когда ординатура ну куда возьмут то есть можно заехать куда-нибудь в далекое место глухое и тут я вспоминаю аналогию такую мне приходит в голову с советскими офицерами вот в наше время офицеры очень массово брали в жены жены выпускниц педагогического института потому что в какой гарнизон тебя не загонят а видишь школа какая-нибудь есть и для жены есть работа все-таки две зарплаты в семья это не одна аналогично я вспоминаю вот пт у там одно было в москве номер 127 там потрясные совершенно девчонки учились а пт у внешторговская да значит девчонки были потрясающие и с языками там они со стенографии с машины все на разных языках и так далее мне там объяснял их начальник что дипломат идет на этих девушек потому что машинистки работа всегда найдется в какой-нибудь консульстве там посольстве так обычно там жены не работают опять же две зарплаты пусть старая не такая большая и так далее так к чему рассказывают а потому что программист это такая вот как военного жена педагог или там у дипломата машинистка она всюду сгодится в какую бы глухомань тебя не загнали там в эту ординатуру а а глядишь программист всю до предели будет вот ну и ей тоже удобно она там может быть несколько лет поддерживает мужика материально а потом глядишь он станет там каким-то очень состоятельным врачи здесь потрясающе зарабатывают вот не знаю как в российской федерации где-нибудь а здесь вы себе не представляете сколько они зарабатывают просто даже не неприлично сказать ну не все конечно не все вот поэтому начал такой путь может быть если он хочет уже вы и врачом и иммиграции то есть ему нужны вот такие значит спутники жизни которые смогут его поддержать 1 1 1 спутница жить конечно если можно было сразу на нескольких жениться но вы же понимаете многие меня поймут друзья многие меня поймут и даже те кому не 18 а больше но нельзя не положено не по-християнски это вот значит да не будем об этом не будем о грустном значит одну пусть выберет одну дать мой совет такой пусть вот программистку берет но обязательно чтобы она его любила а то может там другого доктора себя найти который же все экзамены сдал значит тоже так бывает да значит что я хочу сказать уже на серьезной такой волне ничего страшного там нет с тем чтобы эти экзамены сдать это труд большой это то что называется коммитмент да а если ты привержен своей профессии и так далее все очень 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 много людей через это все прошли вот а некоторые не прошли вот дальше что меня немножко удивляет вот это вот идея того что если он выучится на врача то он фактически выдохнется и как он потом работать врачом то будет я не знаю потому что он уже физически просто иссякнет вот у него такая мысль что выучиться на врача не просто и вот он там совершенно иссякнет да ну не знаю что сказать конечно врач на сказать что врач даже посредственный вот интересно да конечно хорошо быть врачом там супер дюпер врачом но даже если посредственный врач тоже очень и очень прилично зарабатывать понимаете как устроен мир несправедливо хотя и программист даже посредственный очень прилично зарабатывает ну может быть не как врач ну так он же и в общем то не то чтобы там перетрудился сильно там получая образование а то и вовсе и не получаю никакого образования поэтому до меня еще забавляет мысль папы который мудр как раввин но тоже время неожиданно совершенно говорит ему что врачом у тебя всегда будет кусок хлеба а программистам нет я я на самом деле очень много писем получаю очень много я далеко не все зачитываю от людей которые учатся на врача или выучились на врача или еще чего-то и я просто с ужасом смотрю насколько они потом не могут реально врачами по-человечески работать вот они пишут как там все схвачено по блату там в больницу попасть вообще там хирургом там ночи молодым там это далее вообще не попадешь а там и так далее то есть мысль о том что у него чего-то всегда будет за это я даже не знаю что сказать я там не живу да может быть потому что у них связь какие-то я даже не знаю но во всяком случае из того что я читаю и с людьми разговариваю так далее я я пока не вижу чтобы допустим врач звучал также гордо там когда песня в америке в общем то ну конечно но ни одной области сегодня нет вот такой как айти как программирование где люди приходят с улицы приходят без специального образования иногда вообще без никакого образования и там через пару-тройку лет уже такие деньги получают что ну поверить же невозможно вот ну вот понимаете как же такое в природе бывает и но верно папа не в курсе ну да да траблы есть медицина я не знаю значит я думаю вот что я думаю вот что возвращаясь все-таки к началу этого всего и никоим образом не интерферируя с мечтой об эмиграции я возвращаюсь к мысли о том что надо быть в какой бы профессии ты не был удобный и неудобный это должна быть твоя профессия и ты должен как бы в ней самореализоваться не исключено что ты ее поменяешь сегодня врач там а в 40 лет раз там и тестером стал у нас таких бывало я вас уверяю бывало и кто только не стал тестером вы себе представить не может архитекторы юристы врачи и кто угодно белый мы не знаем давайте мы никак не знаем что с ним будет дальше но если он сегодня хочет реализоваться в этой профессии начни в эту профессию только поговори с людьми которые в этой профессии не знаю кому там доверяешь насколько насколько ты в состоянии тогда я просто внутренне содрогаюсь от мысли о том что человек исходит из того что закончив институт он все кишки уже свои вымыты это у него уже энергии не останется ни на что я думаю как же он будет в этой профессии самореализовываться как же он будет жить этой профессии как же он будет на вершины этой профессии карабкаться если у него же все силы кончатся к моменту окончания института это он 18 лет так думает а дальше что будет поэтому даже не знаю что сказать даже не знаю что сказать я еще не знаю как он эмигрирует собственно собирается но он говорит вот там пойду буду играть в лотерею а потом как программист поеду по визе h1b ну что тут сказать вообще мысль о том чтобы пойти самому к программисты да она неплохая для этого не обязательно бросать университет он для этого может пойти на какие-нибудь курсы там трехмесячные и какой-нибудь веб-дизайн поизучать не знаю там веб-программировать ну что-то такое вот где где можно за три месяца чему-нибудь научиться вот и может быть ему понравится кодировать мы же не он же не пробовал понимаете счастливый человек он не пробовал знаете ты на пианино играешь не знаю я не пробовал может быть он попробует и ему понравится может быть ему это больше понравится чем медицина или там не знаю юриспруденция то есть все может случиться все может случиться если ему понравится программировать а программирование удивительная область потому что Она рекрутирует народ абсолютно любых профессий Музыканты программируют Инженеры всех мастей программируют Бухгалтера программируют Юристы программируют Ну вот, понимаете, абсолютно любой профессии человек там сидит и программирует Вот Помимо тех, конечно, кто учился этому делу в университете, там это понятно Так что не исключено Не исключено Да Я еще раз, пока мы тут стоим на светофоре Погляжу Да Если сейчас, например, в армию не забирают вот так студентов Да, если нет такого призыва Так можно было бы поработать, пойти Вот он там учится на кого-то На юриста учится Шел бы, поработал Уж не важно даже кем Ну, может быть, если он учится на юриста Может быть, ему в суд куда-нибудь пойти Или там в прокуратуру, там в милицию Ну, я не знаю, где юристы работают Так я смутно представляю Какую-нибудь адвокатскую контору Ну, просто, чтобы понять Потому что на самом деле профессия юриста Потрясающая профессия сама по себе Ну, даже я не знаю Полно людей, которые самореализуются в этой профессии Он еще даже не понял, о чем речь Он только начал учиться Вот, ну, я не знаю, что сказать Кроме того, никто не сказал, что эмигрировать он должен обязательно После завершения высшего образования А кто сказал Ну, вот учишься ты на юриста Поезжай после первого курса по work and travel Оставайся, получай свою политику Большой юрист Вот, и я не знаю, там, женись Я не советник Не советчик по этой части Ну, пожалуйста, оставайся Люди же остаются Пожалуйста, будешь там учиться На кого захочешь, на того выучишься Вот, если тебе получение образования Не дает там ничего для эмиграции Ну, так и не получай, а просто эмигрируй Разве это так необходимо? В общем, друзья Давайте выскажемся Я предлагаю всем высказаться принципиально По этому вопросу И помочь молодому человеку набраться разных мудрых идей Вот, так что Отец ему сказал Я ему сказал Вот, теперь давайте вы И так мы ему Глядишь, укажем путь в светлое будущее Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!